Привет всем! Вы на канале вязание и я Светлана Садыгова. Сегодня продолжаем вязать белые штанишки на девочку на 4 года. Я вяжу на внучку. Так, теперь мы сегодня на этом уроке, я вам говорила, провязать надо было 10 рядов. После вот этих мысиков, которые мы вывязали, вот мы провязали отсюда 10 рядов. Теперь мы будем вязать, сейчас сформировать заднюю часть, то есть в районе попки мы будем вязать укороченными рядами, чтобы хорошо, что насилие на ребенка. Для этого мы сейчас разделим пополам. Это штанина. Здесь у нас 80 петель, делим пополам в 45. Вот, я прочитала уже, вот у меня, вот здесь получается 40 петель. Здесь вот, это на боку у нас такая косичка идет, вот посередине я отметила. Так, мы будем эту часть сейчас правую провяжем, а отсюда я вам покажу уже как будем вязать. Так, начинаем вязать. Вяжем по рисунку до маркера. Вот мы довязали до маркера. Маркер я переношу на правую спицу с левой. Так, теперь мы эту сторону не будем трогать, а будем работать только с левой стороны. Так, продолжаем вязать рисунку. Так, вот мы перешли на изнаночную сторону. Теперь смотрите, это у нас середина. Теперь мы три раза не будем по одной петли доходить до этой середины. Для этого, чтобы вам было удобнее, я могу так вязать без маркера, но я показываю для новеньких, кто начинает вязать, чтобы было более понятно, как это делать. Так, вот одна петля от маркера. Мы сюда поставим маркер и теперь мы будем вязать до этого маркера, а потом дальше покажу, что будем делать. Вяжем по рисунку до желтого маркера. Так, дошли мы до второго маркера, вот до желтого. Переносим его на правую спицу. Теперь смотрите, мы будем поворачивать на лицевую сторону. Повернули. Смотрите, что мы делаем. Маркер я перенесу обратно, чтобы было лучше видно. Так, смотрите, мы теперь вот берете эту крайнюю петлю, так, и вот так ее делаете. Вот. Получилось как бы с одной петли две, но это фактически одна петля. Мы для чего это сделать, чтобы не было дырочек при повороте петель ряду. Так, и вяжем дальше по рисунку. Так, вот мы тоже довязали ряд, перешли на и замочную сторону. Теперь смотрите, одну петлю мы теперь опять от второй раз отделяем одну петлю от желтого, вот желтый маркер, отделяем вторую петлю тоже одну. Я вот ставлю красный маркер. Теперь мы вяжем до красного маркера и будем точно так поворачивать, как я вам в предыдущий раз показывала. Вяжем до красного маркера. Так, вот мы дошли до красного маркера, точно так поворачиваем, повернули и теперь смотрите, маркер перенесем сюда. Теперь точно так берете вот, повторяю еще раз, слева направо, потом вот таким образом получается как бы двойная петля фактически одна, для того чтобы не было дырок повторяюсь и вяжите уже по рисунку дальше. Так, вот мы опять провязали до конца, теперь на изнаночной стороне. Будем теперь маркеры снимать, чередовать. Сейчас в третью, в третий раз одну петлю тоже передвигаем. Так, я беру середину не трогаю, а вот желтый маркер. Передвигаю, обратите внимание, здесь образуется при повороте двойная петля. Вот, мы ее вот так оттуляете. Потом мы ее будем провязывать одной. Так, и продолжаем вязать до этого желтого маркера. Это мы третий раз по одной петли отделили и провязали укороченными рядами. Так, вяжем до желтого маркера. Так, мы довязали до этого желтого маркера. Теперь мы точно так делаем. И поворачиваем и вяжем уже по рисунку. То есть, мы отделили по одной петле три раза. А теперь мы будем отделять по три петли четыре раза. Вот я беру красную, снимаю. И вот от желтой мы считаем теперь три петли и будем так делать четыре раза. Вот двойная при повороте, которая образовалась, мы ее за одну считаем. Раз, два, три. Вот три петли. Видите? Двойная при повороте одна, вторая, третья. И ставим маркер. Теперь мы идем до красного маркера и поворачиваем аналогично, как поворачивали. Дошли до красного маркера, повернули наше полотно. Так, снимаете петлю. Тут она уже у нас наперед. Наперед вот так пода. Получается ее повернуть. Так вы не повернете. Теперь вот так поворачиваете. Если у кого получается наперед, наперед, назад, назад. Потому что разные штанеры, по-разному будете поворачивать. И вяжете по рисунку. Так. Вот мы довязали. Теперь мы будем вот желтую брать. И я отмечаю второй раз. Три петли отделяем. Я вам показываю так подробно. Потому что, кто начинает вязать, будет непонятно. Я могу так вязать. Но вам, чтобы было лучше разобраться. Теперь считайте. Вот двойная крайняя. При повороте. Раз, два, три. И вяжем мы до желтого маркера. Аналогично, как и делали в предыдущие разы. Так. Довязали мы до желтого маркера. Теперь поворачиваем. Аналогично делаем. Так. И продолжаем вязать по рисунку. Так. Теперь мы следующий маркер. Вот красный. Оттуляем. Три петли от желтого. Раз, два, три. Это мы третий раз по три петли. И вяжем теперь до красного маркера. И поворачиваем. Так. Вот мы доходим уже до красного маркера. Поворачиваем. Снимаем так петлю крайне. И вяжем. Так. Довязали. Теперь желтый маркер я снимаю. И передвигаю от красного тоже на три. Двойная. Раз, два, три. Это четвертый раз. У нас по три петли передвигаются. И провязываем точно так. Теперь до желтого маркера. И будем поворачивать. Так. Вот мы дошли до желтого маркера. Поворачиваем. Вяжем по рисунку. Так. Не доходим мы уже четвертый раз по три петли. Так. Вот видите, что получается у нас. Это передняя часть штанишек. Мы ее не трогаем. Так. Вот. Видите. А это задняя, где попка. Да? Получается, вот она будет сзади вот так подниматься. Как в фабричных штанах. Все. Вот. Продолжаем. Так. Поворачиваем мы сюда, на изнаночную сторону. Мы провязали укороченные ряды, не доходя по три петли, четыре раза. Теперь мы будем не доходить по пять петель. Мы берем красную. Вот маркер. Середину я не трогаю. И считаем пять петель. Вот двойная. При повороте. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сюда я ставлю маркер. И теперь мы вяжем до вот этого маркера. До красного. И, соответственно, делаем очередной поворот ряда. Так. Вот мы дошли до красного маркера. Поворачиваем. Снимаем петлю. Перекручиваем так нить, как обычно. И вяжем по рисунку. Так. Поворачиваем. Теперь следующий маркер. Желтый. От красного. Четыре. Опять. Пять петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. С учетом двойной поворотной. Ставим желтый маркер. И вяжем уже до желтого маркера. И будем поворачивать наше вязание. Так. Повернули мы. Так. Вот мы повернули. И теперь у нас на спице осталось вот в конце 13 петель. Теперь я показываю, как мы дальше вяжем. Маркер я могу убрать. Они нам уже не надо. Так. Вяжем мы по рисунку. То есть это изнаночная сторона. Вяжем изнаночные петли. Так. И вот мы дошли. Обратите внимание. Вот двойная петля, которая образовалась при повороте. Я вам покажу, как ее провязывать. На изнаночной стороне мы будем провязывать. Смотрите как. Вот берем за заднюю стенку. Вот эту петлю двойную. И провязываем. Так. Изнаночной. Вот. Провязали. Одной петлю. Вот она у нас спряталась. А на лицевой стороне будете вязать. Наоборот. За переднюю стенку будете, когда вот на другой штанине. Тут за заднюю. Хватаете двойную петлю поворотную. А на лицевой стороне за переднюю. Так. Вяжем. Вот опять у нас. Вот двойная петля, которая образовалась при повороте. Я вам опять показываю, как мы ее вяжем. Вот. Нить вот так. Делайте. Я ее убираю немножко, чтобы было видно. Смотрите, как хватаете. Вот. Чуть-чуть ее вот так подденьте. И. Смотрите. Вот так я ее беру. Вот. вот. Провязываю изнаночной. Вот двойной одной петлей. Все. Видите, она спряталась. Вот опять двойная наша поворотная петля. Вот я показываю вам. И провязывайте изнаночной одной. Вот она спряталась. И так вяжем до конца, до середины брюк. Так. А вот двойная петля, где изнаночная у нас. Видите, идет полоска. Изнаночная вот за переднюю стенку берете вот двойная поворотная петля и провязываете одной петлей. Вот так. Тоже она вот спряталась. Так. Аркер убираем. Она мне нужна. Так. И дальше в левую сторону просто провязываете по рисунку, которое мы не трогали. Смотрите, что мы получили. Вот у нас получилось. Это передняя часть штанины, а это идет у нас задняя. то есть где попочка. Так. Вот я его сложу сейчас. Так. Вот я сложила. Смотрите, это впереди. А это со стороны спинки. Видите, будет понятно. Как в фабричных штаниках. Так. Все. На сегодня хватит. Завтра продолжим вязать дальше. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова